Дорогие друзья, мы в Амстердаме. Вот мы встретили цветение глицинии. Это Нидерланды. Практически северная страна. Здесь северное море. Буквально 70-80 километров только что мы вернулись с северных деревень. У нас прекрасные видео об этом. И вот мы остановились в Амстердаме и встретили глицинию. Я обязательно вам расскажу о цветении, выращивать ли глицинию в наших краях. И вы можете посмотреть плейлист. Выращиваем обычные, необычные растения. Вы уже очень много узнаете об этой лиане. Почему она не цветет в наших краях. Как вам не ошибиться, покупая лиану глицинии и отличить от кампсиса. Это очень важно. Несмотря на то, что глициния достаточно зимоустойчивая, все-таки вам лучше покупать привитую глициню, потому что именно она дает цветение. Но, к сожалению, из прошедшей моей практики опыта выращивания глицинии и семян, она у вас может зацвести только на 7-10 год. Поэтому, если вам не жалко своего личного времени, ожидания этой жизни, увидеть эту красоту, конечно, покупайте только привитое растение. Дело в том, что глициния требует кардинальной обрезки. Кардинальной, беспощадной. Поэтому и осенью и весной делаем не только санитарную обрезку, но практически мы ее срезаем до трех почек. Это и будет гарантия цветения на следующий год. В принципе, все лианы требовательны к грунту. И как все лианы, это растение очень любит удобрения. А период формирования цветочной почки, которая начинается во второй половине лета, это калий и фосфор. Пожалуйста, просматривайте видео. Полюбуемся на цветение глицинии в Амстердане. Это Нидерланды. Но некоторые факторы, это очень важно. Это почва плодородная, легкая, без извести в меру, влажная. Полив должен быть обильный только весной и летом, чтобы у взрослого растения могли заложиться цветочные почки. Подкормка, как мы говорили, в период пробуждения активного роста глициния требует каждый месяц подкормки комплексным минеральным удобрением. И все-таки обратите внимание на обрезку. Это необходимый фактор для цветения глицинии. У этой лианы цветочные почки закладываются и на старой древесине, и на коротких побегах прироста текущего года. Поэтому, чтобы больше образовалось, больше цветочных почек, можно обрезать лиану глицинию в три этапа. Это в конце мая. Надо сильно обрезать прошлогодние побеги глицинии, оставив не более 30 сантиметров боковые. В августе прирост текущего года надо укоротить на 4 и 5 почек. Это важно. И ранней весной, прошлогодний прирост, следует подрезать еще на 2-3 почки. Поэтому глициния требует все-таки достаточно серьезного ухода и очень важна подкормка. Поэтому, дорогие друзья, напишите, какой у вас опыт выращивания глицинии. У меня глициния из семян, больше 7 лет она не цветет. Но будем надеяться, увидите такую радость в своем саду. Подписывайтесь на канал Марина Цветы, где очень много видео, как выращивать обычные и необычные растения, мастер-классы о глицинии. Есть видео в плейлисте Клематисы, по-моему, так называется мой плейлист. И обязательно в комментариях напишите, а растет ли у вас глициния. Все-таки я убеждаюсь в том, что там, где морозы достаточно долго держатся, минус 20 градусов, цветочные почки все-таки вымерзают. Поэтому надежду увидеть цветущую глициню в средней полосе климатической зоны очень-очень маловероятно. Если я не права, опровергните, пожалуйста, мои сомнения. Подписывайтесь на мой канал и украшайте свой мир цветами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!